Привет! Сегодня мы поговорим о том, как писать алгоритм для вычисления n-того числа Fibonacci на Python. И начнем мы с самой простой версии, которая, как вы уже знаете, работает за экспоненциальное время. Назовем мы нашу первую версию нехитро, Fib1. Она принимает один аргумент n. Это номер числа Fibonacci. Для начала проверим, что номер у нас не отрицательный, как и полагается номеру. А затем вернем n, если он меньше или равен единице, иначе вернем сумму двух предыдущих чисел. Функция Fib1 готова. Давайте проверим, что она работает. Для этого предлагаю каждому из вас вспомнить свое любимое число Fibonacci, если оно у вас есть, и убедиться, что функция Fib1 с вами согласна. Мое любимое число Fibonacci под номером 8, и оно равняется 21. Посмотрим, что про это думает функция Fib1. Итак, Fib1 от 8. Ну и действительно, это 21. Ответ мы получили практически мгновенно. Давайте попробуем вычтеть число Fibonacci побольше, например, под номером 80. Я специально выждал паузу, чтобы вы поняли, что я вас не обманываю. Функция Fib1 от 80 действительно работает неприлично долго. Ждать мы ее, конечно, не будем. Вместо этого давайте еще раз посмотрим, в чем причина такого длительного времени работы. Воспользуемся модулем RCVis, который позволяет визуализировать рекурсивные функции на языке Python. Интерфейс в модуле довольно нехитрый. Состоит из одного декоратора виз. Им-то мы и воспользуемся. Сначала сохраним Fib1 во временную переменную. Зачем это надо, мы узнаем позже. Так, Fib1 это виз от Fib1. Вычислим какое-нибудь не очень большое число Fibonacci, чтобы удобнее было смотреть на то, как оно вычисляется. Например, 5. Видим, что результат сохранился в файл Fib1.png. Сейчас мы его и откроем. Итак, дерево рекурсии для Fib1 от 5 перед вами. Ну и проблема уже довольно очевидна. Мы видим, что в дереве встречаются идентичные поддеревья. Ну, например, поддерево Fib1 от 3 встречается в правой части дерева, и в левой мы видим точно такое же поддерево. Для Fib1 от 2 ситуация еще хуже. Оно встречается аж раз, два, три раза. Таким образом, чтобы ускорить функцию Fib1, нам достаточно не вычислять то, что мы уже вычислили. Попробуем реализовать эту идею.